Я иду вот с приятелем и все. Вот у меня цветы, не бомбы. Они красивее. Видеосъемка у нас уже есть. Позвольте поинтересоваться, там плакаты какие-нибудь будут, розники высказываны, в том числе в средствах массовой информации. Никаких розников. Вы видите у меня прохватки? Я нас интересуюсь, поинтересовалась. Просто раз вы с ним были, я же помню. Все верну, все отцы. Сегодня, вчера и позавчера, годовщина, третья годовщина, были люди, где-то здесь, где-то на Майдане. Я предупреждаю полицию, что никаких возможностей здесь нет. Никаких же политических мероприятий здесь недопустимо. Вам понятно? А вот эти люди... Положите, пожалуйста. Вот с плакатами здесь можно стоить? Можно. Я одиночный пикет провожу. Все, никаких политических мероприятий здесь не проводится больше. И вот эти люди... Я здесь стою. Право запретить мне положить... Да. Совершенно верно. Уходите от себя. Вы провоцируете. Вы провоцируете. Это провокаторы. Они провоцируют. Это наша пятая колонна. Вот эта вот женщина, она на красной площади стояла с флагом правого сектора. Скажите, вы сейчас мешаете одиночному пикету. Они специально мешают одиночному пикету. А вот это французу туристу облика морали, который здесь вот ходит. Никаких я не допущу здесь никаких политических действий. Никакой политики. Французу туристу облика морали. Никакой политики. Бандерами. Перо. Нет, не надо нам. Понимаете? В России. Езжайте. Езжайте. Не надо. Я не допускаю никаких... Бурну положите, пожалуйста. Женечка, скажите, пожалуйста, мне, как украинские журналісти, что вы тут собираетесь делать? Вы убили мою краю, вы убили мою подьерщину. Что вы тут с этими квитами делаете? У вас вождя. А вы гражданка России или Украины? Вот я гражданка Украины. И я не дозволю тут сегодня вшановывать память вбивц моей країни. Я цього не дозволю. Это представитель, который с правом сектора, с флагом правого сектора стоял на Красной площади. Это провоката. Вас никто не трогает. Здесь один журналіст. Посмотрите, я вам сейчас объясняю, что... Здесь стоит одиночний пикет. На расстоянии 50 метров влево-вправо-вперед. Я не хочу стоять с пикетом. Я вам объясняю, это будет проводиться акция. Никаких политических... Никаких, это в провокации. Посмотрите, я вам объясняю. Это будет проводиться акция о том, что стоит человек здесь, стоит человек с одиночным пикетом. И вы... Давно стою. И вы в присутствии этого одиночного пикета будете возлагать цветы. Это будет уже... Я поэтому не возлагаю. Я задаю опрос. Я вам объясняю. Вы не слушайте. Вы не хотите... Поэтому большая просьба. Отодвинуться на расстояние менее 50 метров. Оскорбить вы можете у себя дома, сколько хотите. Я вас прошу. Как закончится... Противно случилось... Куда отодвинуться. Нет, почему дома не поскорбить? Зачем обязательно... Будьте любезны. Куда мне отодвинулся. А я не знаю, куда. Куда вам удобнее. Куда бы я не отодвинулся, они пойдут за мной сейчас. Вы можете в течение 50 метров. Я с удовольствием отодвинулся. Я еще раз вам объясняю. Проходит мероприятие, одиночный пикет. Будьте любезны. Я еще раз вас предупреждаю. То есть какие бы ваши действия с вашей стороны присутствуют? Вы расстояли с флагом правого сектора, на Казахстане, площади. Что вы рассказываете? Какие-то либо ваши есть, тут противозаконно. В 54-м собираем закон. Самая удачная версия. Сходите на мост Немцова и там их оставьте. До кладки еще пускай съездят там. До кладки. Предлагаю вам в Украину снасти где-то положить. Это будет самое лучшее. До кладки, когда там стоите положить. Ось, Пьеро. Ось, дадите сюда. Так, а вот... Занимайте, пожалуйста, ваши места не мешайте. Мы вам все объяснили. Мы все вам объяснили. У меня к вам просто... Я не имею права, я граждан России. Вы пятая колонна. Могу ли вам обратиться в Роскут? Или только они могут? Обращайтесь. Я вас очень попросу. Вот эта вот вся компания пойдет сейчас за нами. Вы можете как-то... Я могу вас и проводить. ...обеспечить нашу безопасность. В общем, ребята, я иду. Пошли. Я иду. Скажите мне этот год, там у нас есть зеркаля. Расскажите нам, что случилось. Я хотела возложить цветы... Это прямые эфиры. Мы, когда пришли в годовщину... Здравствуйте, ребята. Нас просто здесь свинтили и оставили в ОВД на сутки. Меня, Катю Мальдон, Иру Калмыкову, Машу Рябикову и еще Александру. Вот. Потом в прошлом году нас не тронули. А сегодня вот здесь нагнали, не знаю, человек 20 или 30 провокаторов, которые вот нас окружили сейчас. Ну и полиция им подыгрывает, интересно, подыгрывает, подпевает. Короче, я ухожу. А я не хочу говорить в открытом эфире, когда я принесу эти цветы. Я их принесу. Да. И они будут здесь лежать. Но когда не скажу. Все. Спасибо. И я поклонюсь и встану на колени перед Небесной Сотней. И никакие Гошки со своими мешками нечистот нас не остановят. Все. И да, с флагом я стояла. Правого сектора. Гоша рассказывает это всем. Он специально ездит в ОВД и пишет заявление. Пусть пишет. Я еще в открытый доступ. Выложу это так же. Я благодарю вас, Лена. Ребята, а вы тоже хотели, но у нас позвоночник. Вы можете сказать некоторые слова, там это прямой эфир. Трудно, на самом деле, добрать слова. Мы тоже хотели выразить сожаление. Всему украинскому народу. Да. В связи с этой потерей. И почтите память героев. Вот. Но сами видим, какой... Все это по-другому не назвать террор происходит на улицах. И, в общем, это страшное время. Мы даже не сказали, зачем мы сюда пришли. Но просто из-за того, что мы стояли в десяти метрах от пикетирующих людей, нам пригрозили задержание. Просто из-за того, что мы встали рядом. И как бы, реально, никак иначе, как террор, и это не назвать. Это просто уму непостижимо, как такое возможно в демократическом государстве, царствие небесное нашей конституции. Не-не-не, мы уходим. Нам не дали цветы положить. Спасибо. Но мы еще положим цветы. Да. Все. Так, Ира, волнуйтесь, как лучше терять террор. Пошли, ребята, отсюда. В школе есть сегодня? Или есть там? Нет. Да, да, да. Я в школу не успеваю. И потом я не... С моими старыми мозгами я уже ничему не научусь. Пусть меня Коля защищает. Он защищает гениально. Айдат, я. Пойдем. Я пошла слушать.